Трасса 101 Нескучного пути. В эфире Трасса 101. Меня зовут Владимир Сметанин. Вперед! Министерство образования и науки поручено к 2015 году разработать программы переподготовки водителей, которые хотят управлять транспортным средством какой-либо подкатегории. Дело в том, что по новым правилам, имея, к примеру, право категории B, гражданин не может садиться за роль квадроцикла или трицикла, относящихся к B1. Ожидается, что для этого человеку придется сдать два экзамена – теоретический и практический. Отсюда возникает масса вопросов, ответа на которые пока нет. Придется ли водителю проходить обязательные курсы? Или можно будет подготовиться самостоятельно? Сколько это будет стоить? Каковы условия для тренировок? Ведь выезжать в город на квадроцикле более опасно, чем на авто. И так далее. Казань – город с самыми хорошими в нашей стране дорогами. Это выяснилось в ходе опроса, проведенного порталом superjob.ru, среди жителей 15 крупнейших российских мегаполисов. На втором месте оказалась Москва, на третьем – Санкт-Петербург. Об улучшении качества автомобильных трасс заявили воронежцы, пермики, саратовцы и самарцы. Противоположного мнения придерживаются жители Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Волгограда, Уфы и других городов. А вот какие изменения кировские автомобилисты видят на наших дорогах. По крайней мере, по области, по районам могу сказать, что стала ситуация лучше. За последний год улучшается, особенно, когда начали делать односторонние улицы. Мне кажется, ничего не изменилось. Конечно, стало гораздо качественнее и лучше. Это касается и дорожной разметки, и знаков. Мне кажется, что гораздо все лучше стало. Единственное, что парковать совсем негде. На сегодня дороги находятся в том же состоянии, что и были 10 лет назад. Время – только погодные факторы. Ничего хорошего не произошло, только стороны ухудшения. Производство спортивной версии «Лады Калина» второго поколения начнется в июне этого года. Машина, в частности, получит более крупные бамперы и колесные диски, модернизированную механическую коробку передач, тормоза с увеличенной эффективностью, модифицированные рулевое управление и подвеску, а также спортивные шины. Под капотом – 135-сильный двигатель, объемом 1,6. Правда, план по выпуску спортивных «Калин» у «Автоваза» на 2014 год небольшой – менее 1000 штук. Стоимость автомобиля станет известна ближе к лету. Трасса 101. Если с автомобилем постоянно происходит что-то нехорошее, то его лучше продать. Так однажды и поступил глава департамента предпринимательства и торговли Павел Ануфриев. Я поехал на вокзал и остановился на светофоре. В это время боковым зрением наблюдаю, что рядом с моей машиной кто-то пролетает. Ну и машина немножко качнула. Но я тоже нажал аварийный знак. Вышел, лежит молодой человек рядом с машиной, держится за колено. Я не иду в заднюю часть, к багажнику, там лежит велосипед. То есть велосипедист въехал в машину, причем помял по закону подлости бампер и багажник и заднее крыло. В результате треть машины пришлось покрасить. Мы урегулировали, молодой человек понятливый оказался. Чем закончилось все с этой машиной? Я ее поставил во дворе, кто-то ремонтировал квартиру и вывалил на нее мусор промышленный. В результате под замену стекло, капот и много еще чего. И в результате я понял, что видимо это несчастливая машина, хотя она мне очень нравилась. Пришлось ее продать. На сегодня все, до завтра. Трасса 101